Здесь вы видели гнездо, и уток, и гуси прилетают, и лебеди прилетают, и много разной живности, рыба в том числе. Благодаря той природе, вот этому лесному массиву, вот этой реке, вот этому сочетанию, создается уникальный микроклимат. И он притягивает сюда, естественно, не только птиц там и животных, но и притягивает людей. Курортное село Манжурок известно на всю страну. И здесь для отдыха все – горы, озеро, река Катунь. Незастроенных мест практически не осталось. Жители села выступили против существующего проекта благоустройства района Затон. Эту территорию и еще несколько других зон обсудили в правительстве Республики Алтай, где прошло заседание инвестиционной комиссии. Благодаря вам рассмотреть вопрос о целесообразности, мысли оставаться региональным облачением, повышать эти проекты, какие будут образования. В то же время, часть инициатив существует только на бумаге. Инвесторы не ведут никакую работу на вверенных гектарах алтайской земли. На заседании прозвучала установка от Андрея Турчака. Исполняющий обязанности главы республики подчеркнул, что проекты, которые прошли заявочную кампанию и не реализуются, не нужны. Особенно, если они связаны с земельными вопросами. Сами проекты, как бы идеи, они неплохие, конечно, да, так сказать. И то, что люди не способны, не могут часто защитить и по каким-то причинам это все затягивается, то это, конечно, нужно прекращать эту историю. Таких территорий четыре. Они имеют статус особых региональных. Значит, инвесторы имеют ряд преимуществ. От налоговых льгот до упрощенных условий землепользования. После тщательного обсуждения ситуации члены инвесткомиссии под председательством вице-премьера и министра экономики Александра Прокопьева проголосовали за расторжение соглашений. По горнолыжному курорту Барсук, форелевой ферме в Усть-Коксинском районе, цифровому центру IT-Алтай в Майминском. В том числе и компания «Тур-де-Алтай», в которой предлагали заняться благоустройством района Затон в селе Монжирок. Проверка показала, что проект не реализуется. Инвестор денежные средства не вкладывает, новые рабочие места не создает. Налоговое отчисление в бюджет не поступает. Один из земельных участков, который инвестор запрашивает в аренду без торгов, не отвечает направленности проекта. Остальные находятся в собственности Российской Федерации. Поэтому принято решение о запуске процедуры расторжения инвестиционного соглашения с Тур-де-Алтай. Так что оснований для беспокойства у жителей Монжирока по вопросу Затона нет. Это земли Российской Федерации, никто их застраивать не будет. Жители села с возвращением земли в госсобственность, можно сказать, с облегчением выдохнули. Несмотря на то, что этот район Затона местные считают сакральным и личным, здесь не против того, чтобы природная красота была доступна приезжим. 24 года назад мы с супругом приехали первый раз сюда. И приезжаем каждый год. Конечно, нам необходим диалог и с местной властью, и с инвестором. Это просто обязательно. Нужны публичные слушания, чтобы все эти проекты проходили публичное слушание и согласовывались с местным населением. Жители Монжирка надеются сохранить район Затона нетронутым, однако готовы к разговору с порядочным инвестором. На диалог пойдут и в правительстве республики. На прошедшем заседании предложили создать рабочую группу для улучшения инвестиционного климата в регионе. Всего же на территории республики Алтай работает 50 инвестиционных проектов. Евгения Ижутова, Илья Пятков. День с толком.